Который нельзя было ему есть. И в конце спрашивают те, которые к нему приступали люди. Скажите, что нужно делать в субботу? Спасти душу или погубить ее? А они молчали. Ну на такой вопрос-то ведь, уж отмолчать это никак нельзя. Ни глубины какие-то, ни события где-то за глазами, там надо расследовать, как было, кто прав, кто виноват. Вообще абстрактно. Сегодня суббота. Относительно пятницы вы знаете, в пятницу надо только спасать. Но вот Бог отделил один день для себя. Но в этот день спасать или губить, то что тут непонятно. Если в шесть дней заповеди окружали человека, не причини ближним, не покусись на его личность, сделай только добро. Но в субботу-то оно само заповедано. Когда написано было в заповеди, не занимайся делами обычными. Какие обычные дела? Стирка, чем занимаемся? Это для них главный день был в субботу, чти субботу. И дальше идут благословения, какие дает Бог за субботу. Как нам за воскресенье. А у нас сейчас все время работы берут, как-то скользящие графики попадают на воскресенье. Мне это абсолютно непонятно. Так а сейчас нигде так, да неправда. Я говорю, неправда. Вы найдите одного адвентиста седьмого дня, который работает. Вот здесь они во дворце Зрежища крестили 200 человек. Все 200 человек эти работали где-то до момента, как приняли крещение. Все работу сменили до одного. И в городе Барнауле они устроились на такую работу, когда в субботу они будут свободны. А в воскресенье можно работать. У них суббота главное. А если бы они стойко стояли за воскресенье, они бы отстояли. При советской власти ни один адвентийский ребенок в субботу в школу не ходил. Вы понимаете, что это такое? Но если бы мы не были такими упертыми, с этими людьми можно гору было свернуть. С моим братом в армии служил адвентист. Начальство знает, в субботу он не будет ничего делать. Не будешь делать? Нет. Они его выводят в субботу и на работу. Он сел и сидит. Я завтра буду работать. Его к вечеру подписывают. На шесть дней в картер. Седьмой день, то есть в субботу, выпускают. Выпусти. Работать пойдешь? Я сказал, я буду шесть дней работать без выходных. Я буду в две смены работать. Нам не надо в две, ты в субботу работаешь. Его опять. Он больше ничего не делает. Он отсидел три года и пошел домой. Государство это выгодно. Ведь это надо, чтобы так вот заложили, чтобы сломать человека. Это люди-то добрые. Они верят по-своему. Ну и воспользуйся. Посмотри, что он может делать-то. Ну обманули даже гаванитяне, израильтян. Они сказали, так вы же нас обманули. Так с этого времени и ваши дети будете воду носить и дрова колоть. Хорошо. Они сразу нашли им применение. Это они водовозами работают, говорят, по сей день. Они дровосеками работают по сей день. У них просто это уже своя профессиональная семейная работа. Господь спрашивает. И они молчали. И он возрел на них с гневом. Это такое ожесточение. Я не спрашиваю кого-то. Вы лично скажите. Ну в другом городе, где меня нет. Ну думаете, во мне дело-то. Вы вообще скажите. Вот ваш сын заболел. Он давал им пример. Ну в субботу бык упал в воду. Ты его вытаскиваешь или нет? Или ждешь, когда понедельник придет? Вытащу. А эту женщину, вот она водянкой наполнена водой. Я ее из воды вытащил, воду из нее вылил. Ну какая же моя беда? Скорченная подошла. Горбатуха стоит. Он вылечил ее, они на него напали. Он говорит, ты вала своего отвязываешь, от веревкой привязанной. Поить ведешь, веду. Но ее дьявол связал, я веревку развязал. Почему эту веревку нельзя развязывать-то? А вот что значит подыскивать? Вот под нас-то подыскивается московская патриархия, как коммунисты не подыскивается. Они неужели над собой никакого греха не знают? И в том, в чем нас обвиняют, это излишняя строгость, это неправда. Ну ты приди один раз, ну на практике месяц, походи с нами вместе, где мы бываем, как пьем, едим, стоим. И ты увидишь, что ничего этого нет. Мы спросим, добро или зло делать? Господь тогда сказал по-другому, спасти или погубить? Еще добро и зло, это знаете, разно. Ну спасти, это дать здравие, продление жизни. Погубить, это оборвать жизнь. Вот слово спасать, его тоже надо разбирать. А чего спасать? Когда спасать? И оно в Библии встречается 721 раз. Случайно это или не случайно? В 721 году от потопа стали строить вагон. Веломскую башню. Цифра-то такая неровная, как-то 2 да еще и 1, но цифра совпадает. Не знаю, что она означает. Но факт тот, что там люди погибали, а слово спасение выводит на ту же самую цифру. Но это новых исследователей ждет. Есть такая посреди книг Библии, посредине, книга Псалтырь. Она вызывает у меня наибольший интерес, потому что утром-вечером я читаю по Псалтыре, и я все мысленно пытаюсь представить, а где же Давыд был в это время? Что больше всего его волновало? Какая была погода? Как он встал? Что он в этот день делал? Ни одна книга меня так не интересует, как Псалтырь. Он повторы-повторы разные делает, но все сводит к одному. Нет никого, кто защитил бы от беды, кроме тебя. И вот в одной Псалтыре он слово спасение, спасти, 137 раз повторяет. Практически почти 150 псалмов почти в каждом Псалме. Он непрерывно вопиял к Богу. Нам это не пример. Ну, в первую очередь к нему. В Новом Завете 168 раз встречается это слово. Я вам даю такую статистику. Без компьютера ее бы, не знаете, я раньше пальцем считал, по симфониям. А то просто так считал и выписывал слова. Я проделал гигантскую работу. Конечно, такой точности, как вот сегодня. Но я мог ошибиться туда или сюда на одну цифру. Но все-таки уже что-то было. А слово погибает и погиб 482 раза. То же, что это означает? Почти в два раза меньше. Видимо, если в два раза больше, я думаю, спасать, видимо, речь идет о спасении души и тела все-таки. Я так себе уже наметку делаю. И Господь спасает и тело, и душу. Евангелие от Матвея, 8 глава, 25 стих. Говорится о том, как ученики стали тонуть на лодке во время бури и кричали, спаси, погибаем. А если это дело было бы в субботу, тогда кричать, спаси, не надо, Иегова, не надо нас спасать. Вот так вдумайся дальше-то. Вот фарисеи, вы против, что спасать. Но оказались вы в лодке. И вот такая ситуация критическая. Нет, сегодня кричать не будем, подождем, когда понедельник придет. Но так же не бывает. Явно, что безумствовали. Евангелие от Матвея, 14, 30. Говорится о Петре, когда он увидел, что ветер большой, стал тонуть и воскликнул. Господи, спаси меня, погибаю. Значит, слово спасение встречается часто, а правду сказать это на каждом шагу. Евангелист Иоанн, 8 глава, 44 стих, говорит, кто приводит человека к гибели. Это дьявол. Он есть человека-убийца и лжец. Любая погибель, это от него. В житиях святых описывается, как на стадионе. Почему на стадионе? Все-таки место нехорошее. Там было ресталище конское. И когда продавали душу, то написано было, приди туда, и он приходил, куда смотрит Динамо. И в это время ночью, в 12 ночи, разворачивалось особое действие. Никто не видит ничего в полной темноте. И вдруг особым светом освещается, на престоле сидит дьявол, и перед ним отчет, и его клерки дают. Приходят и объясняют. Ну, что сделал? Корабль потопил. Я как ударил его, и на дно курс пошел. Я взорвал всех, 118 человек погубил. Как-то это сделал. Ну, как сделал? В первую очередь, я им с собой водки дал. Научил всех пить. Ну, командир в этот день перепился. Мишман перепился. Ну, и ракету задели. Не так она взорвалась, и дальше начали торпеды рвать и разорвало. А там кто-нибудь верующий был? Да нет, так считали. С иконки висели, все. Дурак. Они и так мои были. А ты сколько старался? Сатаяк три года, говорит, собирал со своей страны, даже из Алтайского края несколько моряков было. Бейте его нещадно цепями. И ему дали ударов. Сколько? Второй подходит. А ты что сделал? А я воинку взорвал. А я Каширское шоссе нашел и два дома в Москве взорвал. Как я подготовил людей к этому. Собрал там много их. Взрывчатку завез, наставил. Все. Сколько там было верующих? Ни одного. Да кого ты погубил, когда они мои были? Бейте его. Другой подошел, рассказывает. А я погубил человека, христианина, монаха в пустыне. Сорок лет я его подбивал. И, наконец, совратил. И он говорит, окажите ему всяческую честь. Вот этот настоящий труженик. Что значит спасти и погубить? Спасти и привести к Богу. Погубить и отвести от Бога. Больше ничего в этом нет. Вот это, видимая наша смерть, это последствия духовного отступления от Бога. Евангелист Иоанн 14.6 повествует о том, что Христос сказал, я есть в пути истинной жизни. Жизнь. Что такое жизнь? Отвечает Христос. Люди, правда, не знают истины. А я знаю. Ты истину знаешь? Да, в конечной инстанции. А какая? Евангелие от Иоанна 14.6. Христос говорит, я есть в пути истинной жизни. И ты настоящий путь, к счастью знаешь, к светлому будущему знаю. Где? Евангелие от Иоанна 14.6. Он говорит, я есть в пути истинной жизни. К коммунизму они не могли прийти, потому что Христа не было. Они не могли иметь там жизни, потому что Христа не было. И правда не могли говорить истины, потому что Христа не было. Там царствовал дьявол. Итак, Евангелие от Иоанна 1 глава 4 стих говорит, что во Христе жизнь, и жизнь была свет человеку. Во Христе жизнь. Евангелие от Иоанна 3.16 говорит стих, который считается центром Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, поясняет, что отдал сына своего инородного. Дабы всякий верующий в него не погиб ни в субботу, ни в понедельник, ни в воскресенье. Но имел жизнь вечную и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. Не погиб и имел жизнь. Не погиб, а значит сатаной не остался. А чтобы имел жизнь вечную, значит покаялся, приобрел спасение через следование за Христом после крещения. Иаков 4 глава 12 стих говорит, что един законодатель и един судья, могущий спасти и погубить. Не бойтесь того, кто может погубить тело, а бойтесь того, кто может и тело, и душу отправить в гиенну. Не бойтесь убивающих тело. Это временно. Сколько бы человек ни жил, все равно будет конец. Я думаю, одна из страшных смертей, когда человека живого закапывают в гроб. Я сколько раз проигрывал, я бы кричал там. Ну обязательно кричал, сейчас делает труп, в воздух, хоронит, когда. Ну бывает, кричали, случай-то есть. Ну а если бы оказался там, что? Пока разум не погас бы, славил Господа. Если бы Бог дал разум, он говорит, Гоголя раскопали, а он лежит лицом вниз. Ну почему? Ну, пока не шли, перевернули его, или действительно он в таком состоянии был. Он много не ел, долго не ел, и может быть, как говорится, литаргический сон. В третьей книге Едра, 7 глава, 45 стих, повествует о суде Божьем. Когда никто не может спасти погибшего и погубить победившего. Вот будет какой момент. Никто никому не поможет. И спасенный человек, какой бы он ни был, для людей негодный, а он спасенный, уже никто не будет против него свидетельствовать, дела за свидетельствием. Но на суде Божьем, я думаю, канонизация будет по-новому проведена. Вот это, что люди канонизируют сегодня, я считаю, это одно из самых безумных деяний, какое придумали люди. Восхитили суд Божий. Суда Божия нет. Написано, и так никто да не судит никак. До времени, до поля не придет Господь и осветит сокрытое во мраке. Чего тут непонятно? Откуда это взяли? Подряд. Что попало делается? Никогда не прилагайтесь к этому. Не ищите новинки какой. Кого канонизируют, все туда бегут. Про того уже забыли, которого год назад. Теперь новенькое надо. У нас новый Христос. Написано вчера. Это тысячу лет назад. Сегодня. И всегда, и во веки тоже. Ты если никому не будешь молиться, ни ангелу, хранителю, ни Божией Матери, ты не погибнешь. Ну, православное, нам принято так. Мне это приятно, что я имею такую заступницу рода человеческого, ходатайцу, Матерь Божия. Меня не отучишь от этого. Но наложить это игорь ни на кого я не могу. Указания на это нет. Я не могу утром не поблагодарить ангела-хранителя, что он меня защитил. Меня никто не убил, не сжег. И деревня целая. Но нет указания молиться ангелу. А уж говорить про моего святого Игнатия Ростовского чудотворца, мне одно удовольствие. Я каждый день ему молюсь. Но нет приказания такого, чтобы я к нему взывал. Написано, взывайте ко мне, я услышу. И в день печали я помог тебе. Поэтому накладывать на сектантов игорь это мы не имеем морального права. В третьей книге Е3 9.15 Говорится о том, как он долгое время обзывал к Богу и хотел узнать, Господи, а сколько людей спасается, а сколько погибает. Вот я вам говорил вчера на занятиях, сколько поток спаслось, а сколько от Содома и Гоморда. Да и спаслись-то какие, хоть тут же арестовывай и опять сажай. Ему ангел ответил, больше тех, которые погибают, нежели тех, которые спасаются. Как волна больше капли. Запомните сравнение. Волна морская катит, но не вечная. И одна капля. Вот столько погибает, а во столько спасается. Как спрашивают, а времени сколько осталось? Ему показана была печь, огонь, а потом развеялась и дым. Вот, говорит, дым это то, что осталось. Прошел дождь и капли дождя, бывает, последняя падает. Это, говорит, осталось. А что прошло, это уже прошло. Поэтому прилагать сердце надо к тому, что есть на сегодня. Премудрый Соломон, Премудрости 10.6. Тут говорится о Содоме, как мало спасаемых. И Премудрости 18.7. Народ твой ожидал спасения праведных, так и погибели врагов. Мы хотя этого не говорим, а все-таки суд Божий говорит. На суде Божьем будет правда. И 25 глава Матфея говорит, Господь скажет, Войдите в радость Господина Своего, а тем, как отойдите, проклятые. Нам сегодня заповедана молиться за врагов. Но на суде Божьем люди будут принимать с благодарностью и то, что спасенное, и то, что погибшее. Не так, что мать увидит сына неспасенного, и она теперь рассудок потеряет от горя. Ничего этого не будет. В людей будет вложено чувство, да они уже на это настроили, какое сегодня во Христе Иисусе. Мы должны мыслить категориями Евангелия. Бог ненавидит, и я ненавижу. Бог их не спасает, и я не должен мыслить о спасении их. И не взывай о них, говорит. И не молись, я не услышу тебя, 7.16, порок Иеремия. Есть грех, о котором молиться нельзя. Молиться только об обращении. А не то, что такая беда, их там убивают в Чечне. Мы ничего не знаем. Молись только о том, чтобы Бог не дал ему душою погибнуть. Больше ничего. Премудрый Ферак 51.16 Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени. Это скажут люди, которые выдержат испытания, которые грядут на Вселенную. Это время Антихриста. Испытав все, так и скажут. Ты избавил меня, Господи, от злого времени. И об этом мы должны сегодня заботиться и молиться. Лучше не дожить. Лучше умереть. Не войти в эту эпоху. Если паспорта сейчас заменят, остается совсем близко. Вот сейчас хотят они все так сделать. Это еще не печать Антихриста, но уже совсем рядом. Я вам вчера говорил, что даже коммунисты и то говорят, это исполнение эсфатологических пророчеств, поколитисов, что цифры 666 гонят. Все до одного будут под слежением, куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни поехал. Все до одного будут на контроле. Личная жизнь исчезает. Почти полностью с этими паспортами. Ты еще можешь дома оставить, но паспорт будет светиться, где он у тебя. А уж когда человеку вживят, и он будет биотоками подпитываться, работать. И почему, говорит, язва на людях? Считается так, что внезапно Господь сделает, что все это отключится, и они начнут выгнивать, отторжение их пойдет оттуда. В книге Бытие 19.7 сказано было, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Для нас гора – это возвышенность, помышление о лучшем, о высшем, о небесном. Что нам делать в субботу и воскресенье? Спаси душу или погубить? Размышляйте о небесном. Спасайся на гору. Пророк Иеремия 51.6 говорит так. Бегите из среды Вавилона, спасайтесь, и спасайте каждую душу свою. Если Вавилон – это Москва, и Вавилон – это патриархия, нам придется рано или поздно этот клич дать. Спасайся, если нас будут притеснять. Сегодня мы останавливаемся на том, что надо идти в плен. Но если смертельная будет опасность, есть прекрасный стих в Библии в Откровении «Народ мой, выйди из Вавилона, и не прикасайся к нечистому, я спасу тебя». Этим лозунгом святые всегда пользовались, когда видели, что архиерея уклоняется в ересь. В Матфея 18.11 Христос говорит «Сын Божьего человеческого пришел изыскать и спасти погибшее». Мы должны сказать «Он пришел спасти меня». И хорошо, что Он нашел меня в субботу. Я в субботу сошел на берег, Он меня коснулся. И что в субботу? Спасти реку убить, мы скажем. Спасти воскресенье, а спасти и погубить. Поэтому, что касается спасения, в Ветхом Завете разрешалось три специальности в субботу работать. Это врач, это сторожа на стенах, чтобы враг не забрался. И животновод отвязывает в субботу, в Аллае ведет. Все. Вот этим надо все-таки ограничить. Если ты работаешь животноводом, ты выпадаешь из этого. Если ты работаешь сторожем, тоже выпадаешь. Хотя бы вот это вот сказать. Врач, на скорой. Ну ясно, что людей надо спасать. Если ты устроился туда. А остальное, надо работу свою так подогнать, чтобы воскресенье принадлежало церкви. Я когда вижу, сегодня устраиваются им на такую работу, не обдумали. Не от великой этой ревности. В то время, во время советской власти, у нас было, что перехлестывали. Заставляли работать. Я не помню ни одного случая, когда бы я в воскресенье работал. Упирался, все, не пойду. И начальство благословляло, и говорит, ну иди и молюсь за нас. А другие хотят... Да я тоже, нет, у меня ребенок маленький, сядь, сиди. Повезли опять на работу. А я отвернулся, пошел, поехал в церковь. Евангелист, апостол Павел 1 Коринфянам 1,18 говорит, Слово о кресте для погибающих есть и родство, а для нас спасаемых сила Божия. Я все к тому подвожу, что спасение наше во Христе Иисусе, спасение наше в жертве Христа, Слово о кресте, о жертве Иисуса является силой Божией для спасаемых. Во втором послании 2,15 апостол говорит, мы являемся благоуханием на смерть и на жизнь. Для одних на погибель, а для других на жизнь. Человеку мы всегда должны сказать, ты счастливый, что услышал благовестие, мы тебе рассказали сегодня. Но ты и несчастен сегодня, что ты услышал и не принял. Уже на суде Божьем ты не скажешь, что ты не услышал. Поэтому мы являемся вестниками жизни и вестниками смерти. Для одних запах живителя на жизнь, а для других запах смертоносный на смерть. В нас одновременно все в этом благовестие. Так спасти или погубить? Мы настаиваем, чтобы спасти. А ты уже можешь повернуть на погибель. Филиппийцам 1,28 говорит о том, что когда будете проповедовать Слово Божие, будете единодушно подвязаться за веру не православную, не баптистскую, а евангельскую, точно сверять все по Евангелию, и вас будут гнать за это, то вы не страшитесь, ибо для них это, наша жизнь во Христе, является знаменованием погибели, а для нас спасение и сила Божия. Наша жизнь по Евангелию, согласно благовествованиям, является приговором окружающим нас людей. Вот стих, который говорит, что мы не просто верим, и кто-то может пристать, кто-то нет. Нет, мы возвещаем о трагедии, которая рано или поздно случится с людьми, которые были рядом, которые видели, что мы собираемся, которые слышали столько, и они не приняли спасение. Послание к евреям 10.39 Павел говорит, если кто поколеблется, не благоволит к тому душа. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Если только мы поколеблемся, потеряем, что сейчас имеем, путь пошел к погибели. Поэтому спасти или погубить, вопрос стоит сегодня. Спасти или погубить? Так отвечаю, спасти. Если спасти, делать все, что бы вело только в спасение. Не поколебаться. Вот достигнутый рубеж крепко закрепи, да я это знаю, уже назад не пойду. Я вам завтра расскажу, сон у меня был. Я сны не доверяюсь никуда, но сон очень непростой. Как будто мы вошли в московскую патриархию, и что с нами там может быть? Это настолько подробно в Никольском соборе, как подходили на исповедь. Я сегодня всю ночь все пытался исповедовать, и как не получилось. И как наш там батюшка, как он выглядел. То есть я всех людей ясно даже сном назвать не могу. Что это предупреждение какое? И я тогда понял, поразмышляв об этом, помолился, а это вот то. Мы избрали жизнь. Стойте на этом. Не растворитесь. Они, как писал митрополит Виталий, это чуждая американская среда. Она пытается нас молекулярно разложить на самом последнем уровне. И в школе, и дома, и в питании. Все наше традиционное русское они отметают. Но представьте, вот вы такие. Они с вами ничего не сделают. Не подумайте, что я говорю, ты восхваляешь какого-то человека. От меня трудно это дождаться. Но к нам приезжает из Тогула Татьяна Павловна, прошлый раз говорила. И она за каждым приездом ставит целую очередь вопроса. Большая тетрадь. Она, вот книга такая-то, страница такая, третья строка сверху или пятая снизу. Что она означает? Она выписывает. И берет инструкцию, как поступать. Крещенник сказал, вот так он ее выгнал в притвор. А она там просору помогала, все, ну, участвовала. Активная очередь. Что делать? Я говорю, ничего тебе не надо делать. Так я тогда лучше не буду ходить. Вот как-то я начинаю читать там где-то. Я уже после помазания ухожу, не делая этого. Это будет нехороший пример. А во-вторых, ты стой и оказывай ему сейчас ключи. Сказал выйти, стременно выйди. Да как так, а если меня позовут? Не ходи, стой и молись. Он на них правит. Ну, а выйдешь из храма, там ты работы приглашай. Она каждый раз набирает по нескольку экземпляров книг. И у нее там целое общество уже. Кому она приносит это? И, наконец, священник видит, ничего не мог сделать с ней. Давай теперь опять ее звать. Она сразу приехала, говорит, а теперь я что должна делать? Он зовет, некому петь то другое. Я уже попела. Один раз, говорит, зашла. Не могла же я сюда приехать-то. А теперь считать, что я уже должна везти там другое. Я говорю, ты уже попалась. Снова отступись. И скажи, я недостойная. Стой там. И нигде не нарушь порядок церкви. Церковные ограды ни слова не говорят, как я. Пока они выйдут туда на дорогу, к магазину вышел. Там я могу посвидетельствовать. Что делать? Спасти душу или погубить? У нас ответ-то один. Господи, спасти. А если мы знаем спасти, путь к спасению надо посмотреть по Евангелию. Как быть кротким, смирением. Смирение мать всякой добродетели. А напротив, дерзость. Когда, вот себя я знаю, что ты учишь-то? Что, маленький что ли? Все, девчонка тебе учишь. Это дерзкий, дерзкий ответ. Это мать всех пороков. За этим идет осуждение, несмирение, насмешки. Это все на целый выводок ведет своих детей. Спасти или погубить? Тогда слушайся дома мужа. Правильно воспитывай детей. И каждый день вникает Слово Божие. Спасти или погубить? Надо поклоны делать, посты не нарушать. Спасти или погубить? Внимательно смотри за своей жизнью. Смотри, с чего ты начал день. Какие у тебя были огорчения? Вчера и сегодня одни и те же. Почему у тебя обида? Обида тебя влечет вниз. Прощение влечет вверх. Избирай спасение, которое влечет вверх. На каждый шаг ставь этот вопрос. Он спасителен направо или налево. Благословим Господь. Аминь.